Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о рысе что мы знаем о ней многие знают что она живет в лесу и у нее нет хвоста кто-то слышал что лошади бегают рысью но возможно и наоборот что легко приручается и не нападает на человека так ли это или нет мы сегодня и узнаем а еще много интересного об этой необыкновенной дикой кошечки поехали и начнем мы с названия почему рысь назвали рысью длительное время считалось что эти кошки получили свое название от слова рыскать намекая на то что хищницы рыскают по лесу в поисках добычи но учет и всерьез занявшиеся изучением этимологии слова рысь опровергли и выдвинули свою гипотезу согласно ей название этих красивых кошек происходит от старославянского обозначающего рыжий что прямо указывает на рыжеватый окрас рыси шерсти латинское научное название появилась от греческого слова что означает свет и яркость в отношении люминесценции ее отражающих глаз рыси красивые и грациозные кошки и обладают относительно небольшими размерами их рост не превышает 70 сантиметров а вес в зависимости от подвида варьируется в пределах от 6 до 40 килограммов хотя встречаются и более упитанные самцы у лесных хищниц короткое мощное тело конечности длинные мускулистые шерстяной покров густой пушистый с плотным подшерстком обычный окрас рыси песочно-рыжий по всему телу разбросаны темные пятна которые сливаются в причудливый рисунок одна из отличительных особенностей животных их коротенький хвостик и кончик которого всегда черный и только у красных рыси он белый и англоязычное население называют ее bobcat из-за коротенького хвостика и тут же вопрос почему у рыси короткий хвост еще древние греки задавались этим вопросом и писали легенды ну а если обратиться к научной версии то ребята тут отвертелись что укороченный хвост рыси является следствием многовековой эволюции дело якобы в том что эти хищники проводят много времени на деревьях и роскошный хвост им бы только мешал цепляясь за веточки и сучья или же из-за того что в суровых условиях никто за хвост не схватил но куда деть остальных кошачьих пожалуй только исключая курильскую бесхвостую остается загадкой но рысь это же не только хвост но и мех даже подошвы широких лап этих кошек покрыты густым мехом что делает поступь рысей легкой и бесшумной а еще позволяет им ловко передвигаться по снегу и не проваливаться в глубокие сугробы рысь кошка с большими овальными глазами песочного цвета настоящих заостренных ушках хорошо заметны черные кисточки шерсти и зачем рыси такая красота как кисточки пушистые кисточки на кончиках ушей этих красивых хищников уже давно стали визитной карточкой но это не просто украшение а важный атрибут выполняющий роль природного резонатора улавливающего малейшие звуковые колебания воздуха кисточки воспринимают звуковые колебания и передают их в среднее ухо благодаря кисточкам рысь во время охоты может слышать даже самые тихие звуки например зайца русака хрустящего ветками она может услышать за 100 метров зрение у нее тоже развит она отлично рысь может различать цвета и даже степень их яркости а вот оба няни у кошки довольно слабая но если след свежий добыча она выследит легко несмотря на небольшой размер челюсти хватка у рысь мощная поверх верхней губы располагаются жесткие длинные вибрисы волосы на мордочке растут таким образом что смахивают на бородку и бакенбарды интересно но передние ноги не намного короче задних передние ноги насчитывают по четыре пальца задние по пять пятый палец сильно укорочен и находится выше остальных вследствие чего при ходьбе не касается поверхности таким образом оттиски ступней рыси четырехпалы рысь животное пальцеходящие с острыми втяжными и загнутыми когтями этот вид кошек способен без особых проблем лазать по деревьям и они быстро преодолевают короткие дистанции развивая скорость до 60 километров в час выносливостью на короткие дистанции эти кошечки похвастаться не могут и в быстром темпе могут преодолевать не более 100 метров но если очень постарается рысь сможет бегать и рысью правда сначала ей наверно надо будет ненадолго вообразить себя лошадью все-таки такой алюр для кошачьих не характерен и название бега не про нее рыси выдерживают длительные неспешные переходы они отлично прыгают что используют при охоте как свое главное преимущество к тому же они прекрасно плавают ареал рыси располагается на двух материках в евразии и северной америки эти звери являются самым северным видом кошек и встречаются даже за полярным кругом в дикой природе рыси населяют такие регионы как россия включая дальневосточный полуостров камчатку и даже остров сахалин украина польша беларусь горная цепь карпат от чехии до румынии скандинавский полуостров страны прибалтики балканский полуостров кавказ туркмени узбекистан казахстан китай монголия аляска канада сша и мексика везде можно встретить эту красавицу пятнистые кошки предпочитают селиться в глухих таежных и хвойных лесах по душе ему высокогорные области забредают рыси в леса тундры ведь благодаря густой шерсти отлично себя чувствует среди полярных снегов могут также жить в степных регионах выбирая пересеченные места с кустарниковыми зарослями эти животные относятся классу хищных млекопитающих и представляют единственный народ рысей включающие в себя четыре разновидности в рот рыси входят обыкновенная евразийская канадская испанская перенейская или иберийская и красная рыжая рысь когда-то крыс ему семейству относили еще двух представителей кошачьих каракала и камышового кота но впоследствии их выделили в отдельные рода и хоть камышовых кошек до сих пор называют болотными рысями а каракала именуют степной рысью с настоящими рысями они не имеют ничего общего кроме названия и небольшого внешнего сходства и так обыкновенная рысь это самый крупный подвид рысей их рост в холке составляет до 70 сантиметров а весят взрослые особи до 40 килограммов окрас евразийских кошечек зависит от региона проживания в местах с теплым климатом они рыжевато бурые а у животных населяющих северной области цвет меха палево дымчатый ареал обыкновенной рыси простирается от севера и до юга европы встречаются не восточных странах обитают в горной системе карпат на кавказе и в средней азии канадская рысь отличается от своих европейских собратьев меньшими размерами высота тела канадских рыси не превышает 60 сантиметров а весят они до 20 килограммов расцветка у этих кошек светло-рыжий или песочная а по всему телу рассыпаны белые отметины из-за которых кажется будто они присыпаны снегом данный подвид распространен в северной америке они водятся на аляске в канаде небольшие популяции живут в американских штатах колорадо айдахо монтана и вашингтон испанская рысь похоже на обыкновенную рысь только обладает еще более скромными габаритами рост пиренейских кошечек колеблется до 60 сантиметров а масса тела составляет 15 килограммов окрас у испанских рысей более яркий чем у предыдущих подвидов их шерсть имеет насыщенный рыжевато-коричневый оттенок обитают животные только в гористой местности на юго-западе испании это самый малочисленный подвид в дикой природе их осталось около 100 особей и большая часть испанских рысей живут в национальном парке даньяна находясь под охраной государства красная рысь это самая маленькая представительница рысьего семейства высота взрослых особей 30 35 сантиметров а весят они не более 10 килограммов окрашены эти рыси в яркий рыжеватый цвет с красным отливом отличается от своих сородичей тем что кончик их хвоста не черный а белый в дикой природе красные рыси населяют обширную территорию от южной части канады до центральной мексики и вводится практически во всех штатах сша чем питаются домашние кошечки ни для кого не секрет а что едят рыси в дикой природе рыси относятся к категории платоядных животных поэтому закономерно что их меню состоит из мяса рацион этих красивых кошек зависит от места обитания и в основном они промышляют охоты на зайцев мелких грызунов и пернатую дичь в списке их жертв также присутствует более крупная добыча в виде парнокопытных и диких кабанов нападают рысей и на пушных зверьков причем даже не будучи голодными часто убивают куниц и лисиц которым почему-то испытывают особую неприязнь в отличие от большинства хищников пушистые кошки не разнообразят свое меню растительной пищи им не по вкусу молодые побеги злаков и лесные ягоды брезгуют рыси и падалью и могут съесть ее только в случае катастрофической нехватки еды в сутки рысям достаточно двух килограммов мяса так что крупного зайчика им хватает на два-три дня а возле туши косули или кабана лесные красавицы могут пировать и неделю конечно если другой хищник не отнимет их добычу иногда окошки устраивают кладовые прикапывая остатки своей трапезы под снегом или землей но действуют рыси в спешке поэтому горностаям лисам и соболям не составляет труда разорить их припасы нападают эти кошки и на таких крупных травоядных как лоси и олени правда убить взрослых животных им удается редко и зачастую на вечернюю трапезу хищниц попадаются детеныши а также старые или больные особи рыси никогда не откажутся полакомиться свежей рыбкой причем ловить рыбу ему дается ничуть не хуже чем зайцев и грызунов пятнистые кошки как заправские рыбаки подолгу сидят на берегу и при виде блеснувшей чешуи мгновенно выхватывают рыбку из воды а если надо рысь полезет за своим уловом и в реку ведь воды они не боятся и вообще отлично плавают бывалые охотники любят рассказывать истории о том что рыси поджидают своих жертв в густых древесных кронах и молниеносным прыжком настигают зверя ну или человека прыгая ему на спину но это не совсем так пушистые красавицы никогда не атакуют потенциальную добычу с дерева они охотятся только на земле до деревья эти кошки используют при ночном промысле но исключительно в качестве наблюдательного пункта рысь взбирается на толстую ветку обозревает свои владения и намечает путь до дальнейшей цели что касается самой охоты то эти хищники применяют два метода выслеживание и засада первый способ заключается в том что рысь бесшумно подкрадывается к намеченному объекту как можно ближе после чего следует стремительный бросок при этом все действия кошки продуманы до мелочей она точно рассчитывая дистанцию и траекторию прыжка и никакому глухарю не уйти от ловкой хищницы используя второй прием рысь подкарауливают свою жертву в укромном местечке выбирают для засады поваленные стволы деревьев пни или снежные сугробы а пятнистый окрас служит им отличной маскировкой они будто сливаются с древесной корой или снежным покровом и с безграничным терпением поджидают будущую жертву в ожидании добычи они замирают в одной позе так что зайцы и перепелки даже не подозревают о присутствии хищника пока не оказываются у него в зубах хотя рыси искусные ловки охотники не каждый их бросок заканчивается успехом кошка старается поймать свою жертву с первой попытки а при неудачной атаки делает в ее сторону еще два-три прыжка и чаще всего также безуспешно как и положено истинным представителем семейства кошачьих рыси являются сумеречными охотниками дневное время они проводят своих логовах отдыхая набирая сил перед ночным промыслом а с заходом солнца выходят на поиски пропитания в жилищных вопросах рыси неприхотливы для них главное неудобство а надежность укрытия приютом им служат покинутые барсучьи и норы дупла деревьев любят они обустраивать свои убежища в расселенных скал и пещерных гротах входы в которые скрыты камнями и густыми зарослями свое логово рысь возвращается на заре и делает это довольно интересным способом когда до ее квартиры остается несколько метров кошка озирается по сторонам а затем совершает длинный прыжок прямо до входа чтобы не оставлять возле него следов и другие звери не могут ее выследить рысям по нраву свободная и одинокая жизнь у каждой кошки есть личные охотничьи угодья размер зависит от их природного ареала и количество дичи территория самцов простирается на 350 квадратных километров владения женских особей поскромнее самки и самцы всегда обитают отдельно но некоторые зоны их индивидуальных участков могут пересекаться при этом животные проявляют взаимное уважение и без острой надобности стараются друг друга не тревожить для ночной охоты рыси выбирают уединенные места и никогда не претендуют на добычу своих сородичей границы своих владений пятнистые звери метят привычным для большинства представителей фауны способом и изредка оставляют на стволах деревьев характерные царапины сигнализирующие о том что у данного участка есть хозяин не отличающийся гостеприимством так что посторонним туда вход воспрещен рыси ведут оседлый образ жизни если вокруг достаточно дичи проводят на своей территории несколько лет ну а когда пищи им не хватает рыси покидают обустроенный дом и кочуют по лесу в поисках лучших охотничьих угодий стараясь держаться подальше от мест обитания волков и других крупных хищников характер и повадки у рыси умные осторожные недоверчивые и именно эти качества позволили им выживать на протяжении столетий пятнистые кошки реально оценивают собственные силы и возможности поэтому никогда не вступят в схватку с более сильным противником нет они не трусливы просто не считают нужным ввязываться в бой итог которого предрешен не в их пользу исключением являются самки в период выращивания потомства вот тогда рыси мамы будут сражаться за своих детенышей до последней капли рысей крови и им не важно кто их противник зверь или человек для рысей не существует таких понятий как дружба или добрососедские отношения всех лесных обитателей они разделяют на две категории добыча и враги в список первых естественно входят животные на которых эти кошки испокон веков охотятся ну а ко вторым все живущие рядом с ними хищники встречи с которыми рыси стараются любыми способами избежать многие хищники этим бессовестно пользуются и частенько отбирают у пушистых красавиц свежедобытые туши знаю что они не станут защищать свой законный трофей что ж рыси не зря наделены умом и сообразительностью и предпочитают остаться голодными зато живыми эти кошки не отличаются особой добротой но и необоснованная жестокость не в их характере так что сытая рысь спокойно пройдет мимо соболя или барсука а вспорхнувшего тетерева проводит внимательным взглядом не делая попытки его поймать и только одно животное подвергается гонением со стороны хищницы почему рыси так ненавидят рыжих плутовок ученые пока не смогли разгадать мне кажется все намного проще лиса частенько грабит припасы оставленные на потом и кому это понравится но факт остается фактом если лиса попадет в поле зрения рыси она не упустит возможности разобраться с наглой патрикеевной ученые говорят что рыси не едят лисиц а просто бросают бездыханное тело жертвы на месте преступления оставляя его для поживы падальщиком но голод не тетка и если надо то и лиса пойдет на рысий перекус при всей своей осторожности и подозрительности людей рыси не боятся но и особого интереса к ним не проявляют кошки знают что ничего хорошего человека ждать не приходится поэтому при появлении в лесу двуногого существа действуют по излюбленной схеме то есть стараются не попадаться ему на глаза многие говорят что рыси на людей не нападают не факт случаев множество и последствия пусть и по большей части без жертв но весьма плачевны на людей рыси нападают в исключительных случаях такое происходит если зверь ранен причем скорее всего по вине человека или вынужден бороться за жизнь своих наследников рыс дикое животное и инстинкты никто не отменял возможно прямоходящий зашел на чужую территорию и зверь это воспринимает как угрозу случается что в людские поселения эти хищники заходят при нехватке лесной дичи но по большей части их объектом охоты является не человек а домашний скот и птица нередко это может быть и домашний любимец вроде кошечки или собачонки а если все хорошо то ближе к весне рыси ищут избранников для продолжения рода брачный период у рыси происходит только раз в год гон начинается феврале и заканчивается с приходом апреля тот факт что у рыси начинаются брачные игры знает вся лесная округа обычно эти кошечки тихие молчаливые что закономерно ведь им не нужно выдавать себя лишними звуками во время охоты или при столкновении с другими хищниками но в сезон размножения рыси забывают об осторожности и оглашают окрестности рычанием мяуканьем и протяжным кошачьим воем за одной пятнистой дамочкой ухаживают сразу несколько самцов они ведут себя в точности как мартовские коты орут и услаждают слух самок романтическими сиренадами ну и конечно не обходится без драк возбужденные кавалеры выясняют кто из них наиболее достоин в честном поединке сначала самцы пытаются устрашить соперника шипением и хриплым мяуканьем если конкурент не впечатлен то схватки не миновать в ходе которой рыси без зазрения совести пользуются всем доступным им оружием то есть зубами и когтями смертельным исходом их битвы не приводит но после них у самцов остаются боевые отметины и шрамы победитель гордо удаляется со своей избранницы и влюбленная парочка проводит вместе около недели отношения между ними очень теплые трепетные рыси нежно бодается лбами трутся носами будто целуясь и в знак привязанности ласково вылизывают друг другу шерсть таким образом они обмениваются запахами и заверяют в дружбе такое поведение носит успокаивающий характер любви хватает среднем на неделю после чего брак считается расторгнутым так что они расходятся в разные стороны и скорее всего больше никогда не встретятся самкам нужно готовиться к будущему воспитанию котят а самцы после расставания с избранницей отправляются на поиски другой дамы сердца самочки вынашивают потомство в течение 70 дней за пару недель до родов будущая мама начинает поиски подходящего укрытия выбирая самые глухие труднопроходимые места обычно они обустраивают выводковое гнездо в земляных пещерах или среди бурелома где логово будет скрыто от посторонних глаз вывернутыми древесными стволами самки понимают что убежище для выращивания потомство должно быть теплым и уютным поэтому заботливо выстилает его дно птичьими перьями сухой травой и мягкой шерстью пушных зверьков в одном рысьем помете рождается только до трех малышей реже до пяти рысят как и все котята детеныши рыси появляются на свет слепыми и глухими а их вес не превышает 300 грамм развиваются малыши быстро уже на первой неделе шерсть становится длиннее и пушистее а глазки открывается на 12 день жизни кстати новорожденные рысята совсем не похожи на своих родителей радужка глаз у них ярко-синяя а мех имеет рыжевато-бурый оттенок только к полуторагодовалому возрасту они приобретут вид взрослых особи обзаведясь характерным окрасом и кисточками на ушках рыси чрезвычайно ответственные и заботливые мамы первый месяц после родов они покидают детенышей только на пару часов причем охотиться вблизи логова чтобы в случае опасности быстро вернуться обратно если же рысь обнаружит возле укрытия других зверей она сразу перенесет потомков более безопасное место примерно через три месяца рысь наконец выводит своих наследников в широкий и прекрасный мир малыши за это время уже достаточно окрепли и могут следовать за матерью попутно получая охотничьи знания юные рысята учатся лазить по деревьям плавать и выслеживать добычу в общем тем полезным навыкам которые пригодятся им во взрослой жизни детеныши остаются возле матери до следующего брачного сезона и с его наступлением она отгоняет от себя предыдущее потомство а умеет ли рыси мурлыкать да рыси мурлычут подобно домашним кошечкам сытые хищники любят подтягиваться тащить когтя деревья и при этом удовлетворенно мурлыкать а рыси мамы часто поют своим малышам мурлычащую колыбельную действующая на них успокаивающе и позволяющая себя чувствовать безопасности в дикой природе продолжительной жизни рыси составляет среднем 15-20 лет а в условиях неволе они могут дожить до 25-летнего возраста однако жизни этих кошек в дикой природе точно нельзя назвать мирной и безмятежной ведь пушистым красавицам приходится делить территорию со многими грозными хищниками которые не только лишают их законной добычи но и по возможности стараются расправиться с таким сильным конкурентом среди представители животного царства главными врагами рыси являются волки с волчьей стаи рысим лучше не встречаться что интересно серые прекрасно осведомлены о том что в одиночном поединке против рыси им точно не выстоять а вот если кошке преградит путь целая стая волков то ее единственный шанс на спасение это укрыться на ближайшем дереве немалую опасность для рыси представляют и их ближайшие родственники из кошачьего племени рядом с евразийской рысью обитают леопарды и амурские тигры а у американской разновидности в соседях такая крупная безжалостная хищница как пума и если какая-нибудь леса допустим для рыси не помеха то вражда между рысями росомахами длится на протяжении многих веков росомаха частенько следует за пятнистыми хищницами и как только кошка добудет себе еду она сразу же пытается отобрать чужую добычу и хотя росомахи уступают рысям размерах по силе они равны более того схватка между ними нередко заканчивается гибелью кошачьих к тому же рысям не нравится сильный запах наглой хозяйки тайги и в целом она предпочитает с ней не связываться а вот уцелеть после встречи с людьми пятнистым кошкам удается редко если от гонщих псов рысь еще может укрыться на дереве то от охотничьего ружья густая листва не спасает когда-то представители рысего семейства обитали по всей европе но были полностью истреблены в западной центральной части континента и теперь предпринимаются попытки повторно заселить рыси в такие страны как германия франция и швейцария и поэтому самым главным и страшным врагом для рыси всегда был и остается человек по вине которого эти великолепные создания неуклонно приближаются к черте вымирания радует что выводы человек иногда делает но в большинстве случаев вторжение человека в дикую природу несет за собой разрушение и смерть и рыси в полной мере испытали на себе людскую жестокость и безразличие и как это бывает только от людей зависит смогут ли эти пятнистые короткохвостые красавицы с кисточками продолжить свое существование в лесах или станут далеким воспоминанием на планете смотрим слушаем записываем подписываемся не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями это очень помогает продвижению с вами был канал планета земля подписываемся на канал планета земля